друзья мои всем большой привет сегодня я вам решила показать какие я ткани и прочие материалы купила для пошива комбинезона для дочки но здесь не только пойдут материалы для пошива именно этого комбинезона здесь немножечко побольше материалов еще на другие изделия но все это пришло в одной посылочке я решила вам показать все немножко поближе все вот эти товары из магазина oriol fabric ссылку как всегда найдете в описании под видео и наверное начну я все-таки с основного материала который мне понадобится для пошива комбинезона это курточная ткань в моем случае это мембрана print если честно немножечко не девчачья бы так сказала но опять же розовые цвета поэтому и для мальчишек он тоже не особо подойдет в таком в стиле граффити что ли этот print нарисован но вроде бы такие вот написи для мальчишек но оттенки и слова для девочек допустим слова love мне кажется мальчики не особо такого носят и много разных оттенков розового и в принципе смотрится довольно таки интересно и мне именно понравилось вот такое сочетание цветов такой вот комбинезон вот у нас яркие интересные а с мембрана есть с разным покрытием вот здесь пленочное покрытие она бывает прозрачного как прям полиэтилен я уже показывала ведь это просто соединена курточная ткань и с такой пленочкой получаем мембрану здесь у меня полтора метра возможно на комбинезон даже и кстати не хватит может быть я скомбинирую с каким-то однотоном у меня как раз есть очень красивая мембрана желто-салатовый не мне кажется вот смотреться нормально сделать обставочки интересные чтобы между вот этими деталями жить светоотражающий кант возможно а может быть я сделаю такие вот светоотражающие ленты ведь и такая лента с одной стороны цветная здесь светоотражающая лента сделано я выбрала разные цвета чтобы они у меня были потому что сейчас мы шьем на заказ да конечно шьем не так много но многие просят сделать светоотражайте я думаю что какие-то элементы можно настрочить вот сделал потом вставочки со вспышкой посмотрите как эта лента светится здесь разные цвета ленты ширину один сантиметр тут красный желтым василек бирюза сиреневый розовый в общем всевозможные цвета ну и наверное 2 по важности материал для пошива верхней одежды на зиму после курточной ткани это утеплитель составы плотности утеплителя зависит качество и самого комбинезона здесь у меня утеплитель плотностью 200 грамм это альпа люкс я последнее время использую только альпа люкс могу поставить синтепон допустим на какие-то легкие утепленные жилеты а вот на верхнюю одежду уже куртки комбинезоны я люблю очень альпа люкс вот этот плотность 200 грамм он рассчитан на температуру до минус 30 ну конечно же с тем условием что этот комбинезон будет надеваться не на голое тело допустим у меня у детей у всех верхняя одежда на таком утеплителя сделано им просто надеваем под низ допустим флисовую подъему и им комфортно конечно минус 30 на улице много не находимся но все равно я знаю что им тепло мужа куртка тоже на утеплителе плотность 200 грамм можно подкладки тафета и вот он говорит что сильный очень сильный ветер конечно продувает но если допустим поставила бы я на подкладку флис было бы гораздо теплее ну и далее раз я заговорила про подкладку то конечно при пошиве изделий из мембраны лучше на подкладку ставить материал не хлопковый ребенок будет потеть то хлопковая подкладка будет в себя эту влагу впитывать и ребенку будет холодно то есть это влага будет потом замерзать а если мы ставим полиэстер то влага не впитывается отводится что хорошая мембрана ткань помимо того что она не промокает и не продуваться ветром она должна отводить влагу и поэтому для пошива верхней одежды именно из мембранных тканей рекомендуется ставить подкладочные ткани из полиэстера мне кажется флис это идеально это двусторонний флис плотный но мы такой флис не можем поставить рукава и в брючины иначе нам будет сложно надевать комбинезон на ребенка ножки и ручки будут цепляться в подкладке больше застревать поэтому для этих целей я взяла каризму кто не знает каризма это подкладочная ткань на двусторонняя с одной стороны у нее небольшой ворс с другой стороны она гладкая и вот как раз в брючке штанины и рукава можно поставить вот эту каризму гладкой стороной ребенку будет очень удобно надевать комбинезон ну не только комбинезон допустим в куртке в рукавчике можно спинку и на полочке в куртку и в комбинезон можно поставить уже вот этой вот ворсовой стороной что было потеплее я решила поставить на спинку и на полочке флис а в рукава и штанины каризму гладкой стороной уже для пошива мне понадобится кашкарсе для манжет вы можете кстати выбрать готовые манжеты продаются я не нашла в том мне нужно было красное и я выбрала кашкарсе сделаю манжеты внутренние снегозащитные на рукавчике из кашкарсе то я вам показала основные материалы из которых мы шьем изделия также на мембране можно проклеить швы чтобы комбинезон не промокал конечно для таких вот ребят возраста тасси тасси скоро 4 года будет в январе мне кажется может быть это и не очень нужно а вот для ребят постарше мне кажется это даже очень хорошо когда они очень активно не могут много времени проводить в снегу все швы проклеить вот этой лентой и уже комбинезон промокать не будет такой ленты мы с вами уже проклеивали комбинезон из ткани циклон помните мы шили такой прогулочный пол комбинезон чтобы швы не промокали и вот я решила проклеить швы из мембраны я давно не сшила я из мембраны именно вот что проклеиваю швы что вот на этом комбинезоне я экспериментирую вот такой лентой широкой потому что до этого у меня была всегда узкая лента мне кажется широкой лентой будет даже удобнее нам еще понадобится молния у меня вот такая красная тракторная молния шляпная резинка мы ее обычно оставим в кулиску на капюшон также нам нужны будут фиксаторы но фиксатор у меня есть поэтому я не стала заказывать снова поставлю из своих запасов и также я сказал такой красный шнурочек не знаю пока буду ли его использовать но вдруг он мне куда-то пригодится вдруг я передумаю шить комбинезон допустим захочешь шить куртку и допустим в кулиску на талию можно будет сделать шнурочек внутри то что я могу передумать у меня бывает такое я задумала одно потому что и другое ниточки красные на самом деле это конечно нитки для пошива трикотажа это дор так они мне пригодятся для пошива подкладки верхнюю одежду конечно такими нитками лучше не сшить лучше использовать армированные нитки такие нитки подходят для пошива трикотажа также из дом магазина мне пришли такие люверсы как раз люверсы нам нужны для установки на капюшон чтобы придевать шляпную резинку и две упаковки иголочек я заказала очень люблю иглы шмец да конечно я их не покупаю прям очень часто сейчас у меня очень много игл орган лежит там основном иглы для трикотажа для пошива курток у меня иглы все по заканчивались и поэтому я взяла иглы шмец микротекс здесь набор из разных игл 2 на 60 2 на 70 1 на 80 конечно на 60 очень тонкая игла есть только курточную ткань без утеплителя у микротекс более острый кончик то есть ими очень хорошо шить именно курточной ткани они как раз для курточных тканей предназначены вот смотрите здесь также написано что игла микротекс подходит для шелка для ткани из микроволокон ткани с покрытиями и пленок как раз для курточных но я даже не знаю что они оказывается для шелка подходят и также вот такие иглы мне пришли это иглы для кожи у меня как раз лежит искусственная кожа и вот эти как раз подходит для кожи искусственной кожи и похожих материалов даже есть пометка вот тут конечно ее за наклеечкой и слова то не видно не применять для текстильных изделий как раз я буду шить юбочку я опробую эти иглы потому что я на кусочки пробовала шить кожу отрезала теми иглами какие у меня были допустим у меня же кожа на трикотаже пробовала шить трикотажной иглой игла к сожалению шьет плохо и делает пропуски вот поэтому такие иголочки мне очень очень даже принадлежатся на пробу я взяла такую нити прошивная лента это клеевая лента она приклеивается типа дублерина но здесь видите такие идут по всей ленте ниточки прошиты то есть она абсолютно не тянется это для укрепления срезов я взяла это для пальто ну и пожалуй все все покупочки это мои на сегодня очень я конечно рада вот этим лентам очень они мне понравились их можно наверное пришить и на спортивный костюмчик не только на верхнюю одежду сейчас конечно темнеет очень рано и конечно желательно чтобы на детской одежде были разные светоотражающие элементы со мне уже поскорее шить комбинезон и у меня какой вопрос возник я сшила по разным выкройкам комбинезоны и почему-то мне все равно больше всего нравится выкройка из журнала отобра конечно она не для зимнего комбинезона в любом случае надо корректировать но почему-то мне вот эта выкройка больше всего нравится сколько я перепробовала выкройка разных утепленных комбинезонов мне ни один больше не нравится но все время что-то не то я люблю комбинезоны на самом деле снизу без всяких отворотов просто на манжете с резиночкой внутри из этой же ткани на рукавах тоже желательно такие но на зимний вариант конечно можно и поставить вот эту снегозащитную манжету внутрь сюда трикотажную но основу я всегда делаю тоже на обычной манжете с резиночкой внутри без всяких отворотов подворотов не так удобно вот если у вас есть на примете какая-то прям выкройка которая вам безумно нравится можете просто мне в комментариях ссылку на выкройку скинуть либо написать чья-то выкройка я уже самостоятельно найду что зима на подходе хотя на самом деле у нас уже за окном настоящая зима у кого-то она же еще не пришла и давайте будем к зиме утеплять своих деток чтобы ищем было тепло и комфортно